Сегодня, Агнесса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодёжи. Да. Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, ещё поменьше работать. Шоу вежливых людей. Вечер пятницы, 17 часов 6 минут, на студийных часах «Радио Маяк» в Пскове. Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, на волнах Псковской радиостанции. С вами сегодня вечером Елена Яковлева. И Валерий Гусев. Да. Будем мы сегодня говорить о прекрасном. Хорошие дороги до дома, да, в эти часы, в этот час. Или дороги в гости. Будьте аккуратны, сильный ветер, деревья падают на проезжую часть. На улице 128-й стрелковой дивизии упало дерево на дорогу. Там сейчас ликвидируют последствия этого ЧП. Днём в городе такие прям песчаные бури закручивала на тротуаре. Шуть. Да, хороший, Валера. Куда отправиться с пятницу вечером? Если ветер, если пасмурно, если дождь, то я знаю, мы теперь с Леной знаем одно место. Креативное, творческое, уютное, душевное. Очень яркое. Лампово были мы тут на днях с Валерой в Лофте, в Псковском. Так называемое креативное творческое пространство, которое открылось буквально на днях. Как, позиционируя себя его организаторы, приглашают туда творческую молодёжь? Не только, как мы так поняли. И вот сегодня мы решили поговорить с руководителем этого креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский у нас в гостях. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Добрый вечер. И задать вопросы, да, что молодёжь у Пскова говорит о новой локации? Довольно, нет. Какие есть отзывы, жалобы, предложения? Или а для чего? И что всем нам ждать-то от этого учреждения? То ли культуры, то ли чего-то другого. То ли креатива, да, ты хотел сказать? То ли культура, то ли креатива. Также можно присоединяться к нашему разговору по телефону 62-80-30, сработаем мы в прямом эфире, или писать нам сообщение на WhatsApp 8-900-993-0105. Пишите свои предложения, что бы вы хотели увидеть в «Лофте», что об этом думаете, вот пространство, и вообще об этой идее такой, этого креативного пространства. Проживётся оно у нас в городе или нет? Или как-то город маловат для такого креатива? Да, «Лофт» открылся буквально, можно сказать, накануне. Сколько дней он существует, Антон? 27 марта у нас было открытие. Даже месяца ещё нет? Да, вторая неделя пошла. Но спрос, спросом уже пользуется, это учреждение? Да, да, да. Расскажите, кто к вам приходит и зачем? Самое интересное, да, открытие было довольно такое у нас большое, скажем так. Мы очень сильно себе поставили такую серьёзную цель, да, и мы провели, получается, за два дня 14 мероприятий у нас прошло. И причём до последнего это всё происходило ещё совместно с тем, что мы там доделывали что-то, развешивали картины, расставляли мебель. Какая-то мебель пришла в последний день, мы её там расставляли в том числе и там монтировали всё остальное. То есть это всё вместе вкупе происходило. И я, если честно, сейчас вот так смотрю на это, оглядываюсь, не понимаю, как мы ещё в принципе успели всё это сделать. Но открытие несколько раз откладывалось, насколько мы знаем. Да, 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 да. Ну, это всё строительная история, никогда не понятно со строителями. Сложно понять, когда что-то закончится, поэтому было такое состояние всегда, которое я не люблю. Ты говоришь что-то, оно не происходит, и ты думаешь, вот опять обманул, опять обманул. Ну, это ремонт, это всегда так, да? Да, и я уже в последний раз, когда мы уже планировали конец весны, конец марта, да, и опять уже сказал так, и уже долго думал, зачем я опять сказал точную дату, ну, точное время. И уже прям все напряглись, говорят, нет, всё уже, всё надо точно сделать. Но мы теперь знаем, когда поздравлять Лофт и с днём рождения, да? Да, да. 27 марта. Вот через годика поздравим, а через несколько недель поздравим, с месяцем тоже хорошо, да. Что говорят гости, приходящие в Лофт? Да, мы с Леной, когда пришли, накануне, да, тоже, на что я обратил внимание, на то, что там действительно ярко, там интересный интерьер, мебель, да, которая выделяется из какой-то общепринятой картины, да. Мне понравилась вот эта живая стена с растениями, да. Я сначала подумал, что, ну, это искусственные какие-то... Да, искусственные растения, нет, они живые. И меня несколько возмутило поведение некоторых персон, да, которые возлежали на диване, да, ну, так сказать, скрадывая пространство. Ну, человек лежит, так сказать, на диване, да, что-то смотрит в своём смартфоне. Ну, как бы, я бы постеснялся, честно говоря, прилечь на диван. Или, может быть, просто я стар. Для этих дел? Ну, вы заметили, кстати, что он снял обувь, всё аккуратненько сидел. Кстати, до этого, прежде чем в смартфоне листать, он книжечку смотрел. То есть, такой вот, он, кстати, ходит почти каждый день. Вот, видимо, уже достигл такого состояния, что может и на диване полежать. Ну, на самом деле, это такая история, мы как свободное пространство, у нас можно практически всё, кроме как ругаться матом, пить и курить. Вот, и что-то всё позитивное, хорошее, мы приветствуем. Это, в принципе, он, наверное, почувствовал, что он как дома. То есть, мы как раз хотели домашнюю обстановку создать. А род деятельности этого человека известен? Ты познакомился с ним? Нет, кстати, я с ним не познакомился. Но мне это как, вот такие моменты, мне, в принципе, это как что-то новое. Ты смотришь, действительно, вот человек вот так вот, всё это пространство себе представил. Почему бы нет? И всё это происходит на фоне того, что кто-то приходит, работает, кто-то приходит, играет, там, настольные игры, кто-то назначает встречи. У нас там некоторые люди уже целыми днями, к примеру, назначают встречи, там, о чём-то договариваются. Это деловые встречи или романтические какие-то? Деловые. Я, кстати, вчера видел там одну парочку, которые познакомились. Да, там, они уже, ну, прямо они там в лофте познакомились и как-то друг другу начали оказывать знаки внимания. Антон, мы там с тобой свадьбу видели, в общем-то, почти. Ну, на самом деле, так, если вспомнишь всё, что происходило за эти дни, то это прикольно. То есть это действительно такое место. Есть люди, которые просто приходят сначала и не понимают, что делать. Ну, то есть они приходят, да что у вас можно делать? Ну, то есть некоторые просто пытаются зайти в одежду и говорят, да вы, ну, снимите одежду, там, посидите, там, попейте кофе. Ну, то есть как-то настраиваешь их на этот лад, потому что все всё равно привыкли куда-то приходить на что-то. Поэтому все ждут там мероприятия, чтобы были. Но это не значит, что у нас их не будет, у нас они будут постоянно, да. И даже сегодня. Да, даже сегодня есть. Вот, поэтому это не как раз такое пространство, в котором можно прийти и, ну, и посидеть. И вот действительно, может быть, иногда можно и на диване полежать, когда не очень много людей. Вот, ты знаешь, что я вчера тоже мы с Валерой были, всё у меня сложилось хорошее впечатление, так нарядно, так классно, и селфи, и бамбук, нашу радио бамбук мы фотографировали в каждом углу. Кстати, заходите в Инстаграм, смотрите. Вот, но что, знаешь, меня как-то вот немножко, ну, не знаю, не смутило, но мне кажется, что люди ещё немножко побаиваются приходить в лофт. И вот действительно эти вопросы, а зачем, а что там делать, а вообще, а как, а что, и как бы, а можно ли туда зайти, а вдруг я зайду, там, ну, какое-то мероприятие, какое-то стеснение ещё есть. И знаешь, я вот подумала, от чего это? Возможно, от того, что вы не делаете акцент на рекламу на какую-то в социальных сетях, вот вы в своих социальных сетях рассказываете, а где-то ещё вы как бы, ну, не стремитесь к этому. Это такое... И люди стесняются. Это такой заведомый, заведомый шаг, но вообще мы просто сейчас в какой-то степени экспериментируем. Один первый наш эксперимент, мы специально ничего, кроме как открытия, не делали, не рекламировали, чтобы понять, в принципе, какой будет живой интерес, то есть без каких-либо дополнительных историй, как сарафанное радио распространит информацию о пространстве. То есть у нас там условно на 3-4 раза выросло количество подписчиков за эти дни. И это... Мы для этого ничего не делали, кроме как просто работали, скажем так, и пространство было открыто. То есть люди приходят, фотографируются, отмечают нас, какие-то движения проходят. Это такой условный эксперимент. Но, естественно, мы будем рассказывать о том, что у нас есть, что зачем, почему. Ну, в принципе, мы это и делали, на самом деле. Ну, для этого надо немножечко, чуть-чуть, ну, покопаться, скажем так, немножко посмотреть, не все на плаву находится. Но можно и сейчас рассказать о том, что приходите, не бойтесь, у нас хорошо, никто не кусается. Можно делать. Что сегодня-то будет? Сегодня у нас будет поэтический вечер. Музыкально-поэтический? Нет, сегодня просто поэтический вечер, да. То есть у нас, на самом деле, до конца месяца уже там ряд мероприятий есть, пока где-то около 10, побольше даже немножко. И афиша пополняется постоянно. А сегодня будет поэтический вечер, будут читать местные авторы свои стихи. И потом мы еще такой формат свободного микрофона будем пробовать. Наш коллега Дин Дебрешут, да? Дин Дебрешут будет и человек, которого все знают больше под именем Борода. Александр Борода. Александр Петров, да. Вот, то есть это два местных автора. А потом они прочитают свои стихи, и уже в формате такого свободного общения, свободного микрофона можно будет почитать и другие стихи. И даже я, наверное, спустя тысячу лет выйду на сцену. А может быть, прямо сейчас, чего до вечера-то откладывать? Тряхнешь стариной? Хорошо, могу. Читать прям? Прямо да, на весь Псков. Хорошо. Стехотворение называется «Тени». Твои остались тени, бежевые, мягкие, в осиротевшем доме не моем, и пальцы отпечатались на маркере. Рисуй меня, пока мы здесь живем. Хранят проспекты абресы фигурные, рука в руке, не холодно теперь, влюбленные, немного полоумные. Сгорают и скрывают дверь. Дыши во мне, нет мили бесконечности, все быстротечно, скоротечно не для нас. Как хочется, чтобы мы звучали в вечности, как раги сердца и души, как джаз. На смену зимнему безволновью придет весенняя печаль. Я этот миг навек заполню, мне ничего уже не жаль. Так быть должно, и тем не менее, судьба трактует по-иному. Я так люблю тебя за тени, бродящие по дому. Вот сейчас, мне кажется, вся лирика и романтика отразилась за возглядом нашего звукорежиссера Аны Милковой. У меня и отпала челюсть. Да, надо было еще музыкальное сопровождение некое. Очень прекрасно, спасибо, Антон. У нас прям эксклюзив прозвучал в эфире. Кстати, вы можете задать Антону Ковальскому вопрос прямо сейчас. 62-80-30. Например, кому он посвятил это стихотворение? Да, или в WhatsApp напишите. Я даже, наверное, не вспомню. Вот как. Эти юные поэты, они очень любивильные. Слушай, так ты забросил писать, либо все-таки пописываешь? Вот в последнее время не пишу, не буду врать. Пытаюсь, но уже как-то сложнее намного это получается. Раньше я мог сидеть, когда я работал, учился в педагогическом училище, я мог за одно занятие написать 10 стихотворений просто. Это реально. Я просто сидел, писал и не останавливаясь это происходило. Ну, конечно, качество там не везде было хорошее, но могло одно получиться нормальное в итоге. Ну, рифма была, да, примерно? Рифма, да, с этим проблем не было никаких. Кстати, Антон, хотел спросить. Вот Лофт, как мне кажется, он позиционирует себя больше как молодежное пространство. Творческое, креативное. Но это все про молодежь. И, соответственно, наверное, как мне представляется мероприятие, тоже будут, ну, заточены, что ли, на молодежь, ориентированы на нее или же нет. Или какие-то вот взрослые люди, какие-то взрослые серьезные артисты, там, какие-то деятели, общественники тоже будут принимать участие в жизни Лофта? Да, будут, ну, то есть, если очень коротко ответить на этот вопрос. А смысл, да, это больше на молодежь рассчитано, но мое личное такое убеждение, которое не факт, что будет полностью отражаться в Лофте, что хорошо говорить на одном языке, но важно еще и говорить на общем языке. То есть какие-то особые, когда человек заигрывает слишком с какой-то той же молодежной тематикой, это, в принципе, хорошо видно, что человек именно заигрывает с ней. И мне кажется, что в том числе наша, скажем так, миссия не только дать творчески реализоваться молодежи, да, в том числе, но и какие-то определенные люди, которые могут это сделать, творческие люди в том числе, могут какую-то определенную поделиться своим опытом, да, то есть в том числе вот у нас сейчас там висят картины социальных художников-взрослых, да, чтобы они могли увидеть, как можно, например, это делать. Но в целом, да, для молодежи, но я не вижу сильных ограничений. Для меня это пространство, это как раз в первую очередь творческое, поэтому мы, в общем-то, и креативным пространством назвали, если у нас не звучит молодежь в самом названии в том числе, да, чтобы это не было еще одним моментом, который бы отпугивало других людей, да. Мы хотим, чтобы к нам приходила творческая молодежь, и вообще, в принципе, творческие люди, активные люди, которые чем-то интересуются, продолжают интересоваться. В принципе, молодежь — это скорее состояние души, чем возраст. Человек, если он продолжает чем-то интересоваться, увлекаться, что-то новое узнавать, то он всегда будет молодым. Как ты считаешь, в Пскове и, в принципе, в регионе, это же лофт для региона, тоже можно приехать, посетить, увидеть. Какой концентрат у вас, у нас активных, творческих вот этих людей? Нужно ли это пространство для этого количества? — Я думаю, что довольно большое, на самом деле. Я это просто уже понял. Кстати, вот к нам ребята на открытии с Великих Лук приезжали, которые участвовали в конкурсе «60 кадров в секунду». Там полный состав приехал, да, то есть даже две группы, которые снимали. Я сейчас вижу, кто к нам приходит, это ребята, очень много музыкантов. То есть там еще так пошло, получилось, пришли одни ребята, он там сыграл песни, говорит, давай концерт сделаем. Он так удивился, в смысле, как концерт? Он говорит, ну давай сделаем, у тебя интересные песни, хорошие. Он говорит, в акустике, как хочешь. Он так удивился, потом мы сейчас уже делаем афишу ему, у нас будет концерт, там парня, который, да, там... Ну, такая история свободная максимально. Вот мы решили, там через неделю мы делаем ему концерт, да. Приходили ребята, там посидели, поиграли на сахарфоне, на скрипке, зашли в другую комнату, там сидят ребята, которые у нас каждый день там настольные игры играют. Выяснилось, что они музыканты, они вместе уже там какую-то группу создали, там пели, ну, то есть как бы возникают такие удвижения. И на самом деле очень много творческой молодежи, которая просто сейчас это и танцоры, и музыканты, которые ходят уже довольно много, приходило музыкантов. И мы уже сейчас планируем, как это все делать, какие мероприятия, концерты проводить. У нас, например, в воскресенье будет квартирник, будет организован там тоже довольно, там, или шесть, или семь, по-моему, даже больше участников, кто будет в нем принимать участие. И мы так и будем продолжать это. У нас и будут и кинопоказы, и с обсуждением. То есть вот творческая такая составляющая, ну, для нас очень важна. Это одно из наших главных направлений. Жаль, пока ограничено количество посетителей лофта, да? Сколько сейчас может принять лофт в свои стены? Ну, у нас пришло письмо, к счастью, с Распотребнадзора вовремя. Счастливое письмо с Распотребнадзора. Да, что поэтический вечер у нас состоится сегодня, где мы обозначили количество людей, да, то есть условное, да, которое могло бы находиться. Нам согласовали одномоментное нахождение 90 человек. Ну, это, получается, во всех помещениях. То есть это не значит, что в одном помещении может 90 человек находиться. Это во всех наших там зонах, которые у нас есть. Ну, мы для себя решили, что мы 90 не будем делать, мы будем делать 80. Ну, в том плане, что это, потому что есть сотрудники, которые находятся, но у нас везде средства медиодной защиты, терминометрия на входе, все это мы делаем. А в том зале, в котором будет проходить мероприятие, у нас сегодня поэтический вечер, это доступно с участниками 35 человек. То есть вот именно в этом помещении. В одном, да? Да, 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 да. Тут есть маленькие зайчики, типа лекционных, которых там больше 10 нельзя. Ну, то есть как бы мы так разделили, это плюс-минус получается примерно такое количество людей. Да, надо предупредить наших радиослушателей, чтобы они заранее на мероприятие записывались, да, в интернете. Да, заранее мы всех заранее записываем, чтобы не получилось так, что пришло больше людей, во-первых, чтобы их не расстраивать. Ну, мы, в принципе, и не пустим, если придет больше людей, мы просто не пустим в помещение больше, чем мы можем, скажем так, разрешено. Конечно, хотелось бы, чтобы все это поскорее снялось, и мы могли бы нормально делать, в том числе, может быть, стоячие там концерты, какие-то интересные истории, чтобы быть максимально свободным. Но как есть, хорошо, что есть и это, на самом деле. Единственное, все, кто к нам приходит, мы просим надевать маски, потому что все уже, понятно, что все уже устали от этого. Но надо это делать, чтобы мы могли продолжать. Надо отметить, да, нашим радиослушателям пояснить, что со временем места станет больше, ведь пока открылся первый корпус. Да, да, да. Что еще будет на вот этой территории, на улице Спортивной, 1Б, да, по-моему, у вас адрес? У нас Спортивная 1Б, Спортивная 1 и Спортивная 1А. Это два адреса. Захватили буквально район. Да, по смешному стечению обстоятельств, главное здание оказалось Спортивной 1Б. Вот. Ну, просто это раньше было все одно там, другой адрес был, в общем. И у нас будет еще два здания. Это здание, которое будет условно называться каворкингом, к которому можно будет прийти поработать. Такой тихий дом, мы его называем. Место, в котором можно именно в спокойной обстановке не отвлекаясь, потому что основное наше здание, там может произойти все, что угодно. То есть ты можешь туда прийти, там вход свободный, да, ты заходишь, ну, ты пришел поработать, но не факт, что тебе спокойно дадут это сделать. То есть кто-то может там, не знаю, начать петь песню там, да, вокруг там кто-то в настольную игру играть. А это будет именно пространство, в котором будет соблюдаться определенная тишина, да, в которой там будет много книг. Повязать, можно к вам прийти? Повязать, да, конечно. Да, люди старшего поколения. У нас самужейские языки приходят рисовать, кто-то занимается редушью фотографией, кто-то там программированием, кто-то... Ну, то есть много людей. Мне очень нравится это то, что... Еще Лофт – это такое место, где ты находишь... Место общения, где ты находишь новых людей, можешь с ними в какие-то интересные творческие союзы вступать, общаться в этой свободной обстановке, находить людей, и, ну, что-то интересное придумывать, и чтобы и в городе было интереснее жить. Кстати, в том числе вот приходили недавно ребята, говорят, как жаль, что вот появились только сейчас, а не когда мы учились там в университете, было бы намного интереснее жить вообще, в принципе, учиться. Ну, то есть... Ну, такие приятные фразы, которые звучат, это здорово, что приходят, они сначала так думают, блин, ну, что это такое за место? Что тут делать вообще? Что тут делать? Ну, некоторые... Есть же разные люди, да, то есть у нас много таких вот условно-неформальной молодежи. И что для меня лично приятно, мы ничего специально не делали, не писали про это, да, то есть, ну, у нас как раз много таких именно ребят, которые я себе в голове примерно и представлял, что они будут приходить. Это очень здорово, на самом деле. Все люди, которые к нам ходят, вот плюс-минус, как вот примерно представлял из головы. Вот, надеюсь, ну, так и будет примерно. Ну, если мы любым, в принципе, рады, а те, кто позитивно настроен, скажем так, и делают что-то хорошее. Вот, и они так смотрят, смотрят, что-то такое вроде слишком как-то, слишком модно, ну, так немножко побаиваются. Подходят к книжной полке, видят какие-то свои там культурные кадры, там, не знаю, книжку там, это, комиксы-хранители, еще что-то какие-то вещи. О, типа, как это в этом месте, там, Гарри Поттер, или что-то в таком духе. А, и отвечаю окончательно на тот вопрос, еще у нас будет одно здание, в котором можно будет как раз чисто шумные такие настольные игры, PlayStation поиграть, не знаю, от месяца в день рождения, это будет обычная кухня, где можно будет приготовить есть. И еще мы сделаем уличную площадку, на которой можно будет проводить хорошо время, такой зеленый оазис определенный, там, может быть, кино под открытым небом смотреть, и, скорее всего, будет концертная такая небольшая площадка, где можно будет концерты делать. А вот это все когда будет примерно? В этом году? Я теперь хитрый, научный, буду говорить расплывчато в этом году. Скорее всего, лето, осень. Ну, будем надеяться. Помнится, что сначала для Лофта выбиралось помещение другое, под старый кинотеатр «Октябрь», центр города, площадь Ленин, но что-то там не сдалось. Ну, не будем сдаваться в детали, например, что, да, ну, как ты считаешь, это хорошо или плохо, что с октябрем не получилось там разместиться, и вы оказались на улице спортивной? Я воспринимаю позитивно, во-первых, потому что это произошло быстрее, чем в итоге могло бы произойти, то есть мы уже работаем, и это для меня позитивно, потому что давно мне этого хотелось, я ни разу не строитель, мне хотелось заниматься как раз творческими процессами. Мне кажется, что там, в этом месте, где мы сейчас находимся, лучше можно создать момент свободы, ну, то есть это больше свободное такое пространство можно создать, потому что, ну, там все-таки более строго, скажем так, во всем своем... На виду все. Да, да, условно всех на виду. Это не значит, что мы там что-то собираемся такое делать, что не надо никому показывать, но просто там как раз такая история, что там есть хорошая уличная территория, то есть это то, что летом будет пользоваться популярностью и будет, на самом деле, очень хорошо влиять на общее ощущение от этого места. Я знаю, что в некоторых городах такие же подобные лофты уже существуют, да, и ты в некоторых был, как ты говорил. Да, да, да. Ну, вообще этот проект, ну, в принципе, подобные лофты, это мы не будем тут лукавить, это их много вообще, в принципе, не только те, кто конкретно это делает. Сколько их примерно количества, вот можешь так обрисовать? Ну, в смысле, количество... Ну, по стране, например, вот, по городам. Количество тех, именно, которые имеют отношение те, кто к этому проекту. Ну, да, да. Ну, если к этому проекту, то еще три. На самом деле, похожих, действующие похожие модели в России много, много таких подобных. Ну, в Питере, например, достаточно много. Да, да, да. Все в Кабель, там примерно то же самое. Новая Голландия, да? Ну, да, да. В целом, да, но, может быть, какой-то у нас больше... Ну, хочется верить, что мы чем-то отречаемся, да, там, какой-то в своей обстановке. Хотя бы своим символом, да, расскажем подробнее о нем. Был презентован на открытии, я так понимаю. Да, это животное, да? Мы правильно поняли, что это выдра? Да, это выдра. Почему? Да, это, кстати, самый популярный вопрос. Мы даже хотели написать... Я, кстати, как раз карточку принес, которую ты вчера забыла. Вот, пожалуйста. Это карта постоянного гостя. Да, у нас уже забывают карточки. Это очень приятно. И нужно же проверить, чья это карточка. Сразу это хорошо. Это моя, да. Веселая, облизывается под руки. Да, это выдра, мы ее называем, ну, вообще, у нее есть имя, отчество и фамилия, это Ловтиков. Ловтик Ловтович. Так. Как ни странно, очень неоригинально. Но примерно так, да. Появился он из шутки, на самом деле. Но мне сказали, что есть короткая версия просто говорить, что почему выдра, на ответ отвечать просто потому, что мне нравится выдра, и все. Но есть более длинная версия, да. Более длинная версия. В процессе, когда мы делали здание, да, выяснилось, что деревья, которые находятся на территории, строителям очень сильно мешали. То есть они все, давайте все срубим, они нужны, там, все остальное. Мы все, кто имел отношение к этому проекту, строго-настрого сказали, что ни одного дерева мы не срубим. И так, на самом деле, и произошло, все на месте. Вот. И была тогда идея, там, с одним зданием, там, нужно было менять, скажем так, крышу чуть-чуть, ну, по-другому, да. Ну, делать, да. Мы решили, что, типа, ну, раз такая история, что из-за этого надо дерево срубать, мы вообще тогда этот дом не будем делать, оставим его в заброшенном состоянии. Ну, это была такая шутка, конечно, мы его бы не могли оставить, нам все равно пришлось бы его делать, и все остальное, да, в этом духе. Но все равно в заброшенном состоянии, а чтобы не подумали, что мы, вот, не знаю, денег пожалели, или, там, у нас не хватило, чтобы его привести в порядок, мы там поставим какую-нибудь очень крутую ванну с золотыми вентилями, там, и, ну, и когда мы говорили, говорили, да, и шутку такую, и запустим туда выдру. То есть, ну, и как бы он просто, возник этот персонаж, потом у меня в голове постоянно эта шутка была-была-была, а потом, когда мы уже с дизайнером обсуждали, говорю, надо этого персонажа как-то увековечить. Потом у нас добавился, у нас один администратор очень хорошо рисует, Анастасия, мы ее это, попросили его нарисовать, и вот теперь мы уже там придумываем и стикеры для телеграмма с этим персонажем, и футболки там планируем. Ну, сила такой стала. В общем, скоро ждать комиксы надо. Да, возможно, комиксы, но мы сейчас, кстати, рисуем, у нас такой, еще один проект, мы там рисуем местных, скажем так, людей, которые повлияли, много сделали для Псковской области, жили здесь, творили. Вот у нас уже есть Римский Корсаков, это такое наше второе, скажем так, символ определенный, да? Хранитель. Да, да, хранитель, потом делаем сейчас Пушкина, у нас сейчас Софья Ковалевская появилась, то есть, и продолжаем сейчас Мусорского делаем. Так мы хотим целый такой арт-проект сделать, вот с рисунков, которые мы сами сделаем, да, то есть, может быть, потом футболки какие-то с этим сделаем, то есть, ну, уже магнитики начали делать. Популяризировать известные псковские культуры. Да, 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 рассказывать можно. Мерчи, да, да. Ну, можно сказать, мерчи, да, по большому счету. Антон, я вчера тебе говорила, сейчас говорю, что пространство зеленое, креативное оно будет, и все хорошо, но там теперь должна быть какое-то водное еще пространство, какой-то, я не знаю, фонтан, бассейн, там что-нибудь такое. Это у нас дети из Кванториума фонтан все делали, там смешно было у нас, дети из Кванториума придумывали как территорию нашей Благодародии. У них был такой кейс, вот, и они там 80 человек, на 10 команд разделились и придумывали. И все, ну, часть из них про фонтан все говорили, они пришли на территорию, смотрели там как-то, там замеры какие-то делали, проходят наши строители, один говорит, а здесь у нас будет фонтан, а вот они понимают, кто это, зачем они пришли. Он такой, в смысле здесь фонтан, тут же тепловые сяди проходят, я на полном серьезе испугался, говорю, да нет, это, я говорю, пока фантазия, не факт, что будет фонтан. Здесь не будет, но рядом, надо обязательно. Мы делимся новостями с нашими радиослушателями, новостями Лофт, Антон Ковальский, сегодня на студии, звоните нам 62 80 30 или пишите на WhatsApp 8 900 9 9 3 0 1 0 5. Валер, новостей, мне кажется, с Лофтом чуть-чуть достаточно, паузы сделаем, давай к новостям нашим перейдем, к нашей постоянной рубрике, как ты думаешь? Ну, давай, я не против. Факты и фейки, лицом к лицу. Фейк ту фейс, у нас такая рубрика есть, Антон, сейчас расскажем, что это такое, здесь мы разбираем правдивые новости от фейков, вот, чтобы все видели на лентах новостей, да, и что, собственно, изобрела наша фантазия с Олерой за этот день. Я должен отгадать, какая фейк, да? Да, 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 может быть, что-то ты видел, может быть, что-то ты не знаешь. Да, мы посмотрим, насколько ты подкован в этом плане. Ну что, триллер целый, да? Да, ну, мне читать? Ну, читай. Ну, ладно. Жительница Дедовичей обокрала женщину в ходе обряда с яйцом и полотенцем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей резиденции региона. Итак, в апреле женщина пришла в квартиру потерпевшей под предлогом лечения, провела обряд, разбила сырое куриное яйцо в белое полотенце и положила в него шнурок от юбки, после чего попросила принести ей деньги и так далее, и так далее. В итоге... Ну, ты весь обряд не зачитывай, а то сейчас люди начнут... Потерпевшая передала обвиняемой все 135 тысяч рублей, да, та их завернула в полотенце, и все ее только видели. Суд признал женщину виновной, назначил ей срок лишения свободы 4 года 9 месяцев. Могло такое быть? Триллер. Слишком много фактов, поэтому, скорее всего, правда. Ну, это действительно так. Как ни печально, но это правда. Да. Друзья, не ведите на такие ловки. Ну, подробности, когда много подробностей, сразу... Ну, давай спортивные новости. Я же журналист в образовании. Хорошо, читаем тогда. Смотрим. На международное соревнование по воздухоплаванию зарегистрировался пёс Гагарин. Животное станет одним из членов экипажа воздушного аэростада из города Королёв Московской области. Напомню, 25-го юбилейная встреча в воздухоплаватель состоится в городе Великие Луки уже этим летом. По словам членов экипажа, Гагарин уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях и намерен победить. Воздухоплавание видел ты когда-нибудь, нет? Ну, я видел, да. Ну, вот. Соревнование. Он один летает или... С членом экипажа. С членом экипажа. А, ну, в экипаже есть. Конечно. Ну, похоже на правду. А вот и нет. Нет, ну, может быть, зарегистрироваться какие-нибудь ещё там, не знаете. Ну, жалко. Было бы интересно. Интересно, да. Да. Ну, пусть нас услышат, например, организаторы встречи воздухоплавателей. Ну, и приглашат кого-нибудь. Найдут с Агагариной. Да, там очень много участников из, не знаю, нескольких десятков российских городов из-за рубежа приезжали. Как в этом году, будет непонятно. Но будем надеяться, что встреча состоится. Ну, в общем, не возгордись. Вот я возгордился, что я отгадал, а теперь сразу не отгадал. Есть ещё у нас одна космическая новость. В Пскове открылся фестиваль «Небо зовёт», который посвящён юбилею полёта Гагарина. Организаторы подготовили мастер-классы, фото-выставки. А 12 апреля в библиотеке в областной можно будет пообщаться с однокашником, первого космонавта. Вот веришь ли ты, что есть такой человек, и что псковичи могут увидеть его воочию, человек, который близко знал Юлия Гагарина? Верю. Верю. Ну, это правда. Действительно, к счастью, ещё есть такие люди в нашей стране. Мало того, в понедельник на волнах радио «Россия Псков» выйдет интервью с этим человеком. Анатолий Иванович Сихланов наш коллега подготовил его, так что слушайте, это интересно. Ну что, продолжаем. Про Псков поговорим. В Пскове обсуждается вопрос об открытии летнего ледового катка в летнем саду. Как стало известно в ходе заседания городской администрации, площадку планируют оборудовать на месте таблетки. Кататься на коньках можно будет и в летние месяцы, благодаря специальному покрытию и подморозке. Класс? Да, но, по-моему, неправда. Ну, вообще-то неправда. А жаль. Да-да-да. Там же театр кукол. Ты фантазёр, Елена. Ну, знаешь, будет ли он ещё. Вряд ли они сделают каток, чтобы потом театр кукол делать. Ещё же не театр там кукол. Ладно, продолжаем. Архитектурные новости. Вместо Ольгинского моста будет построен тоннель. Такое решение Городостроительного совета было опубликовано сегодня. Члены совета считают, что строительство тоннеля будет дешевле реконструкции моста. Неправда. Ну, что, почему так сразу-то? Почему? Потому что тоннель это дорого. А мост-то дешевый, да? И мост, наверное, да. И мост, скорее всего, является каким-нибудь памятником по-любому. Ольгинский? Я что-то сомневаюсь. Не, не является. Не, но тоннель это дорого. Но строительство очень дорого, конечно. Даже не знаю, что дешевле, тоннель или всё-таки мост. Тоннель, мне кажется, должен быть под водой. Это сложная история. Ну, да. Всё-таки не Лаванш у нас, конечно, но, тем не менее, водный объект. Последнюю новость зачитываем, да, Валер? Да. В Пскове разбирают аварийную трибуну на стадионе «Электрон». Строение уже разрушили, кирпичи бетонные с блоки измельчают экскаваторы. Позже строительный мусор утилизирует работы, продлятся ещё несколько недель. Правда. Правда? Валера, вопрос к тебе. Ко мне? Да, новость и твоя. Да, действительно, это произошло, да, потому что трибуна была аварийной, надо было, конечно, с ней что-то делать. Ну, и все мы знаем, что это место будет преобразовано, там будет новое общественное пространство. Ну, сколько у нас в городе будет общественных пространств? И одно из них — лофт. Вообще. Чем больше, тем лучше. Ты думаешь, да? Да, вот как ты считаешь, чего ещё в нашем городе не хватает? Ну, творческое, креативное пространство есть. Креативные люди есть. Да, креативные люди есть. Чего этим людям ещё не хватает? С кем бы, может быть, ты дружил, с какими-то ещё площадками? И с кем дружат уже сейчас? Мне кажется, было бы классно, если появился... Ну, не обязательно, чтобы это от филармонии происходило, появился какой-нибудь камерный зал, человек на 200-250, полностью оснащённый, музыкально очень хороший, чтобы можно было закрыть потребность музыкальную в плане каких-то групп, которые не собирают большие залы, но и для маленьких они уже тоже выросли. То есть какой-то такой. А ты думаешь, у нас, например, филармония не подходит под это? Филармония там сколько, 800 человек? Вот я имею в виду какой-то камерный. Поменьше совсем, да? Ну, на самом деле, много чего хочется. Ну, это, наверное, слушать тебя родилось, потому что сейчас клубы закрыты, да, где выступают обычно группы такие, и мероприятия такие проводить не очень, как бы сейчас в это время. И поэтому, да, действительно, мне кажется, где неплохая. А с кем дружит сейчас Лофт? Вот с кем завязываются отношения? С какими, может быть, организациями? С Радиомаяк дружит. Да. С Радио Бамбук. С Бамбуком. Да-да. Так. Мы, кстати, его поставили в баночку, посмотрим, что получится. А, ну, посмотрим. Размножаем. Да, не только дружим, но и размножаемся почкованием. Да, мы со всеми дружим. Но с Молодежным Центром у вас, мне кажется, уже налаживается связь. Ну, да, да. Но я бы не... Мы с ними точно... У нас точно налаживается связь, но я бы не хотел, сказав это... Не сглазить. Не сглазить, а сказать, чтобы возникло ощущение, что вот мы только с Молодежным Центром налаживаем связь. На самом деле мы вообще со всеми бы хотели дружить максимально, насколько это возможно. Мне кажется, что мы могли бы интересно быть многим людям, многим организациям. Но я думаю больше про именно людей, потому что мне кажется, что есть много ребят, которым было бы это интересно приходить к нам. То есть организации все равно, они уже устоявшиеся со своими идеями. Мне вот хочется, чтобы вот именно те люди, которые немножечко находятся в стороне от всех этих движений, нашли тоже свой интерес, нашли себе друзей, нашли возможность для своей реализации. Например, у нас сейчас девушка, мы повесили три картины, она очень интересная работа, очень классная техника, но у нее они там немножко мрачноваты, и не всем они, наверное, нравятся, в галерею, их там не берут, в какую-нибудь художественную. А у нас как раз такое пространство, в котором можно это сделать. Мне бы хотелось, чтобы мы были, закрыли какую-то определенную потребность, которая не закрывалась другими организациями. То есть вот этот момент. Не хочется стать просто площадкой, которая тиражирует то, что и так происходит, и успешно происходит. Но на самом деле мы все равно со всеми дружим. Просто сейчас так получится, что я абстрагируюсь. То есть вот у нас будет и Чернильница, молодежного центра, мы уже с ними поговорили, что будем проводить показ на нашей площадке. Ну не показ, а чтение стихов, как раз это тема, которая нам близка. И их фестиваль, как это календаржное кино, тоже на нашей площадке пройдет. И мы на самом деле много кого приглашаем за все позитивные идеи, рады. Послушай, ну складывается такое ощущение из твоих слов, что вы готовы принимать просто буквально всех подряд. Вот есть ли какое-то, не знаю, отсеивание таких, ну не знаю, талантов, которые, ну может быть, не совсем таланты, может быть... Вы очень талантливы для нас или недостаточно талантливы для нас? Да, да, ну должен же быть какой-то вот хотя бы фильтр. Или его нет абсолютно. Это сложная история. Правда, сложная. Да. Тут еще момент вкусовщины включается, да, очень сложно поймать тот момент, когда ты просто вкусовщину включаешь. Вполне можешь сказать, да. Но на самом деле это будет в любом случае происходить, это неминуемая история. Но какие-то вопросы мы просто будем коллегиально решать, чтобы там мой вкус не влиял на что-то другое. Потому что мне там, предположим, может нравиться рок-музыка, я совершенно там не воспринимаю какую-нибудь поп-музыку, да. Но это неправильно на этом ощущении просто кого-то зарубить и не делать, да. Я там, не знаю, люблю... А кто-то любит фольклево. А такие танцы я не люблю, да, предположим. Ну то есть как бы тут этот важный момент, как минимум в этом плане в Саргирсе. И тут, ну, важное качество, да, согласен. То есть в идеальном формате мы, конечно, должны для большей преференции, скажем, давать более там качественным проектам. Но я считаю, что мы должны и не оставлять за бортом тех, кто только начинает творить, кто-то занимается. Потому что все-таки наша одна из миссий это все-таки развитие, да, творческой молодежи. То есть мы должны давать им возможность высказаться, дать слово им, чтобы они там не писали в стол там стихи или, не знаю, песни, да. Чтобы мы имели возможность показать ее публике. Но сделать это так аккуратно, чтобы не получилось, что он может там возгордиться тем, что он теперь может там играть в концерты, да. Чтобы это было органично и хорошо. Да, я в Лофте выступала вообще-то, да. Да, то есть, ну, да даже не в Лофте, просто на любой сцене, да. То есть как бы, ну, все это такая тонкая работа. Надеюсь, мы с ней справимся. Все. Конкуренты у Лофта есть? Конкурентов? Угу. Ну, площадки, то же самое. Вы же не единственные все-таки, пускай, правильно? Кофейная коза. Что еще? Ну, у них бесплатный кофе. Какая тут, может быть, конкурент? Так. Нет, почему кофейная коза? Просто подумал, когда... Можно это считать с рекламой или нет? А вы сами сказали, поэтому я же не виноват. Я спросила про конкурентов, которые, понимаешь, ну, как бы тоже предоставляют какие-то площадки, да. Видишь ты вообще конкуренцию на этом рынке или нет? Нет, я считаю, что чем больше таких мест будет, тем лучше. То есть их совершенно точно недостаточно. Воевать не нужно. Воевать не нужно, нужно только дружить. А почему просто вспомнил про кофейную козу? Потому что, когда мы пока не построили Лофт, я там часто сидел, и там вот сидела наша молодежь. Я такой смотрю, он говорит, ну вот, ребята, скоро вам будет куда еще ходить, не только в кофейную козу. Послушай, ну, молодежь у нас сидит и на других, например, фудкортах. Ну, понятно. Нет, а в кофейной козе как раз наша молодежь сидит. Понятно. У вас тут тоже есть какие-то выборочные места. Ну, вот мне кажется, что как бы Лофт подразумевает под собой такую площадку, где бы эту силу молодежь, ну да, там общалась, развлекалась, там разговаривала, чтобы эта молодежь не мешала, например, людям, которые идут в торговый центр и наблюдают на вот этих фудкортах занятые все места. Они ничего не делают, эти ребята, там подростки, школьники даже, допустим, ну там студенты. Они просто там, ну, торчат, вот как бы развлекаются и болтают. И некоторых, ну, посетителей этого торгового центра, ну, как бы немножко это все бесит, что ли. Вот вокруг они привлекают все внимание, громко разговаривают. И вот появилось место, где все это, в принципе, можно делать. У вас. Ну, в какой-то степени, но в другой степени мы все-таки хотим, чтобы у нас был какой-то еще смысл во всем этом. То есть мы не просто это место, в котором, да, там можно прийти. Повалять дурака, да? Да, повалять дурака в какой-то степени, но мы все равно хотели, чтобы все-таки это развивающая тема, чтобы кто-то находил что-то интересное в новое. Это такие тонкие грани, как направить? Да, да, это... Я, на самом деле, вспоминаю один случай, когда ты показ, кинопоказ сделал, да, фильма, там карантин-этажные работы были. Пришли ребята вот такие вот, которые условно, как будто бы им ничего не надо. Непонятно, как будто, зачем они вообще в принципе пришли, было такое ощущение. Я так смотрю, там что-то не пьют, то ли энергетик, то ли пиво. Так увидел, да, там в стране, это было где-то на какой-то такой, на довольно цивильной площадке. Я такой сидел, сидел, думаю, не делал замечание, не делал замечание, не сделал. А потом смотрю, они уже приходят на следующий показ, уже задают вопросы, уже все, уже такие как бы совсем по-другому. И вот, ну, вот может быть, в этом есть какой-то момент хороший, что вот как-то, поэтому это все очень аккуратная история, то есть сейчас скажешь, нет, что типа мы таких не хотим не видеть, не хотим не видеть, а на самом деле мы, тем, что они придут к нам, они могут, может измениться и жить, в том числе. Я не говорю, ну, это может не супер, ну, не громкие слова, я не пытаюсь, что ты понимаешь, что там лофт, это все, ты пришел, сразу твоя жизнь изменилась. Но теоретически это может произойти, человек может познакомиться с кем-то интересным, да, там, чем-то увлечься, не знаю, там, послушать виниловую пластинку, понять, что это там, следующая цель его в жизни, заниматься этим делом. можно послушать виниловую пластинку. Да, можно, кстати, послушать, либо книгу какую-то он прочтет интересную, ну, то есть хочется что-то позитивное, интересное человека направить. И чтобы была такая у вас образовательная функция, да, в том числе, кроме развлекательной и коммуникативной, еще образовательной. В этом плане, может быть, будут вам полезны мастер-классы от каких-то специалистов, творцов, да, круглые столы, может быть? Конечно, мы это будем, у нас и сейчас в программе много, и мы будем проводить и мастер-классы, и лекции, различные семинары, у нас уже и было их много, и будем продолжать это делать. Мы еще будем развивать, вот у нас вот развитие молодежи, да, творческое, и мы будем развивать такое направление, как наставничество, то есть встреча с интересными людьми, которые в чем-то интересном добились, либо просто чем-то интересным занимаются, и вот в формате, там, без галстуков, в различных других форматах можно будет у них узнавать какую-то интересную информацию, там, вместе с ними социальные лифты, даже политики в том числе, политики в том числе, да. Это могут быть люди, которые, не знаю, вот, не знаю, музыканты, которые чем-то интересным занимаются, они могут рассказать, там, да, как они к этому пришли. Сейчас мы там, например, с дирижером симфонического оркестра, да, мы придумаем какую-то идею о том, как делать такую серию лекций о том, как, в принципе, с чего начинать и как слушать классическую музыку. Ну, такая-то длинная история, поэтому пока думаем, как это должно возникать, что просто человек, вот, например, у него поступило там сигнал в голову, что он хочет начать, но не понимает с чего, в каком исполнении, какого лучше автора, с чего начать, ну, то есть такие моменты. вот думаем, и так много всяких идей, то есть Анастасия Иванова про бизнес, да, там, предприниматели, там, и вот так вот много мы уже людей в эту тему. У нас в Псковский дизайн-фестивале будет лекции дизайнера читать сейчас в ближайшее время. Даже я тут уже начал, я там хочу мастер-класс по микрозелени, как ее выращивать, провести. То есть много всяких, кстати, будет оно, по-моему, послезавтра надо посмотреть программу. Хорошо. Да, да, я открою регистрацию, ладно тебе один билетик. Ну, спасибо большое. Спрячу в карман. Кстати, вот неплохая была бы идея, если бы все ваши мероприятия шли где-то онлайн. Да. Ну, или хотя бы их часть. Кстати, к нам опять же. На самом деле, людей, которые к нам приходили, у нас некоторые даже обижаются, приходят, говорят, я вам писал, вот сегодня пришел, ну, пришел кто-то, да, там на днях человек говорит, я вам писал, а мы, ну, просто даже не совсем успеваем эти моменты, всех, там же надо понять, кто тебе еще пишет, какая цель там, да, там все остальное. Вот, ну, мы сейчас все разгребаем, потихоньку делаем. Про что я говорил, забыл. Мне интересно вот именно видео, чтобы шло, например, мероприятие какое-то, и его можно было. да, приходили ребята, говорят, мы хотим онлайн-трансляцию вас проводить. Говорю, ну, классно, давайте что-нибудь придумаем, какой-нибудь, может быть, у нас концерт будет, может быть, сделаем. Ну, это в ближайших планах каких-то? Да. Не длинная это будет история? Надеюсь, нет. Хорошо. То есть надо технически подготовиться, наверное, да? Ну да, было бы неплохо. Ну, вроде интернет у нас нормальный, да, то есть в этом вроде как будто все готово. Бесплатный Wi-Fi у вас есть? Да, да, есть бесплатный Wi-Fi. Антон, такой вопрос. Вот, я слушаю тебя, и мы все время говорим, креатив, творчество, музыканты, там, стихи, поэзии, вот как-то вокруг этого всего. А будут ли у тебя какие-то, ну, бизнес там, наставничество, это отдельная вещь. А будут ли какие-то мероприятия у вас проводиться, связанные, например, с благотворительностью, то, что мне интересно, или с экологией, например? И, например, вот вашей команды, команда Лофта, может быть, провести какое-то экологическое мероприятие, связанное там с воспитанием, я не знаю, студентов, школьников, что-то такое. Мы вообще, ну, в самом начале пути стать, попробовать стать экофрендли организацией, ну, это долгий и тернистый путь. У нас, на самом деле, был даже мастер-класс, проводился как раз про то, как на разделе, на разделе сбор мусора, то есть, как его там сортировать, что лучше покупать, не покупать, да, ну, такое первое приближение. Вообще, мы хотим тоже это какое-то, в этом плане. Все зелененькое, футболка у тебя зелененькая, лофтик весь зелененький, ну. Ну, да, мы зелененькие. Мне кажется, это прям вот, написано. Мы зелененькие, да. Да, нет, мы будем, это интересная нам история, нам интересно, будем пробовать в этом направлении. тоже развиваться. То есть экология будет, а благотворительность, например, какие-то вещи есть же, ну, и связаны и с детскими домами, и с помощью там, всеми нуждающимся, и все прочее. Ну, я думаю, что в плане благотворительности мы можем быть интересны как площадка для проведения благотворительных там, концертов, мероприятий, да? Возможно, да. В этом плане, то есть. Просто вы сейчас на волне популярности, и если вы бы еще перед собой какую-то благую такую цель ставили, помочь кому-то, действительно, это было бы только вам в плюс. Я согласен, и это хорошо, но на самом деле мы тоже благую цель ставим. Помочь человеку творчески развиваться, это тоже очень важный момент. Это безусловно, да. Но я согласен, да, это мы тоже будем. Мы, кстати, хотим субботник сделать. Придете нам на субботник? Придем. Мы хотим организовать субботник. Что убирать будем? Что брать с собой? Грабли, лопаты? Летний сад как раз можно летний парк почистить. Можно, да. Еще где-то по территории посмотреть. Даты, время. Можно на нашей территории посмотреть? Хорошо, в ближайшее время. Вот с чем мы хороши, что мы можем вот так вот хорошо, в ближайшее время мы сделаем этот анонс. Конкретно. Анонс выложим, да, да, да. Да, ты расписание, пожалуйста, ну все, давай. Мне надо посмотреть в программе. Чью поддержку, кроме нашей, вы еще ощущаете? Кто вам помогает, поддерживает, советом, делом, может, какими-то средствами? Не знаю. А поддержку, кроме вашей? Мы ощущаем, во-первых, поддержку тех, кто к нам приходит сейчас, и хорошо. Некоторые просто ребята приходят и потом даже останавливаются, так стоят на импровизированной сцене, рассказывают, как вам классно, хорошо, что вы появились. Это очень приятно, это на самом деле сильно поддерживает. У нас есть, вообще-то, проект поддерживается, меценатский, то есть, это, конечно же, очень важный момент, то есть, он построен, здание построено, да, ну, не построено, а сделан ремонт, да. На эти все средства. То есть, ну, пока, пока какое-то время, но в любом случае, планируем когда-нибудь выйти на самоокупаемость, в том числе, любое дело должно... Вот это еще один интересный момент. Вот, а так, поддержку, да, и благодарной администрации города, и Михаила Юрьевича Ведерникова, лично, потому что он в свое время поддержал этот проект, и то, что, в общем-то, издания были предоставлены, да, под этот проект, тоже есть в этом заслуга. Хорошо, ну, вот все-таки про будущее хочется как-то поговорить. Немножко непонятно, ну, не только мне, но и многим, наверное, в Пскове, на что Лофт планирует существовать и жить в дальнейшем. Да, мы, ну, мы социально... Меценатство понятно. да, само собой. Но это же вещь такая, немножко, может быть, может не быть. Какие-то гарантии. это как раз такая история, чтобы понимаем, что мы должны все равно найти эту формулу, которая была бы, остались где-то как социально-ориентированной организацией, но в то же время нашли возможность не зарабатывать, находить средства для того, чтобы существовать, то есть иметь деньги, чтобы, не знаю, платить зарплаты, платить ЖКХ, налоги, все остальное, да, то есть в этом плане. И мы, естественно, будем, идем к этому, занимаемся, находим способы. Мы будем стараться оставаться и будем, не только стараться, а будем оставаться для социальных проектов тоже социальными, предоставлять там помещения, для проведения мероприятий. Вот, но и сейчас мы уже видим большой интерес различного бизнеса, общества к нашей площадке. Кто хоть хочет, не знаю, взять помещение на пару часов, там, провести там какой-то свой семинар, переговорную комнату там сделать, да, то есть в таком формате. И мы, естественно, в таком формате будем предоставлять площадки, да, то есть на краткосрочную такую историю, естественно, не на постоянной основе. Для таких, для проведения таких мероприятий будем делать платные мастер-классы, само собой, в принципе, мастер-класс бесплатный. Это вообще, в принципе, редкость в Пускове, можно поискать, где в любом даже материал купить, это все равно стоит денег, чтобы провести мастер-класс. Вот, и вот эти формы все будем потихоньку поднимать, и думаю, что интерес останется, и мы найдем способ, как остаться интересными с точки зрения социальной, и свою миссию выполнять, и в то же время самоокупаться. Ты не боишься, что вот этот интерес, вот этот всплеск, который на волне, который вы сейчас, популярность ваша, да, все говорят про лофт, все фотографируются в лофте, все вот, а ты был, а ты не был, да, он возьмет и пройдет. Будет такое затухание. Ну, это только от нас зависит, на самом деле, в данном случае. Понятно, что интерес может пройти, да, то есть сейчас все фотографируются, все увидят, как все это выглядит, да, интерес первой волны, вау, исчезнет, следующий наш смысл, это именно создать этот микроклимат внутри, атмосферу домашнюю, такую свободную, в которую ты реально, ну, уже и некоторые люди понимают, то есть они приходят, говорят, у вас очень классно, классно работает, то есть он приходит, работает, там кто-то пишет, диссертации курсовые, да, скажем так, вот сохранить вот этот момент, важный момент, и, естественно, событийно быть интересным. Вы же не планируете стоять на месте? Будете развиваться? Да, само собой. Развиваться и развиваться? Мы даже ТикТок завели. Да, ну, здорово. Даже в связи с этим, хотим спросить по поводу рисков, да, и, может быть, страхов. Ты, как руководитель, спокойно по ночам спишь? Либо тебя постоянно мучают вопросы, что делать, может быть какие-то страхи, что же завтра будет, как быть, ну, ты понимаешь, о чем я. Почувствовал себя как на премии психолога, на самом деле. Конечно, есть страхи. то есть и страхи, ну, какие-то постоянно в голове прокручиваешь, а так вот правильно, или так вот сделать, ну, здесь, как стоит поступить тут, да, то есть совершенно разные ситуации. В СМИ такая волна вандализма идет, в связи с различными хулиганами, да, не было пока фактов вандализма у вас? Пока, слава богу, не было. То есть я вот говорю, это совершенно не в лакавле, у нас, вот, кто к нам приходил, да, я еще не видел людей, которые... А если зайдут какие-то маргинальные личности, какие-то, ну, немножко социальные, агрессивные, что будете делать? У нас есть тревожная кнопка. Нас охраняет Росгвардия. Так, понятно. То есть с этим как-то можно бороться, например, не, ну, само собой это мы будем, ну, во-первых, мы будем чувствовать этот сигнал, и тогда уже будем принимать меры какие-то определенные. Хотела еще спросить, если вот, если уж, ну, все с меня тебе написали, к нам ты пришел, и вот сегодня, и через год, лофт, он будет какой? Через год? План максимум. Да, я хочу, чтобы закончился коронавирус. Так, вселенная тебя услышала. Чтобы открылись границы. Я вижу, что у нас будет просто море людей, все будут заниматься с разными, разными делами. У нас будет открыта уличная площадка, там будут лежать в гамаках, читать книги, у нас будут проходить, это кино под открытым небом, можно будет смотреть. Там кто-то будет где-то в одном месте будет заниматься там йогой, кто-то будет работать, кто-то будет, мы какой-нибудь сделаем крутой концерт к этому времени. Фестиваль. С классной группой, да, там позовем музыкантов с других стран интересных, сделаем какой-нибудь классный фестиваль, кстати, да. Короче, не останавливается, опеннер, да? да. Я считаю, что вот событийная история, это то, что в том числе будет подогревать интересным. Он тоже вот такой, тык-тык-тык, попутный. Он есть, есть и само собой, но как бы очень сложно сейчас что-либо загадывать, поэтому... Хорошо, а вот соседи, как относятся тогда к близлежащих домов? Они приходят, кстати, у нас это... Чего у вас тут, ребята? Первые дни так приходили, а что у вас там, кафе? Кафе? Наливайка какая-нибудь. Когда видят, что у нас ни алкоголя, ничего нет, такие сразу так, а, хорошо, а что вы тут делаете? Ну, просто можно посидеть, кто-то с собаками приходит так. Говорит, а с собаками можно? Ну, говорю, ну, так вот, аккуратненько. Заходит, смотрит. Говори нам не запачкаете. О, здесь там было раньше там молочная кухня, о, как вы интересно сделали, как все изменилось. Ну, то есть такое... На самом деле, много людей, я не знаю, наверное, ну, прилично людей приходилось в этом доме, кто рядом живет. На вас не жалуются? Пока нет. Там мы не шумим, мы спокойно идем. Мы же open air будет, фестивали, концерты. Ну, это посмотрим. Вот как раз, когда open air будет, тогда и посмотрим, поймем, кто кому относится. До 11, да, ты говорил? До 11, до 11, как минимум, то есть по законным местам. Ну, если мы вспомним былые годы, когда на машиностроители концерты бабахали. Ну, да, я говорю, что мы, наверное, не будем самыми шумными в этой истории. Да, вы не будете шумными соседями по-любому. Ну, что ж, у нас эфир завершается потихоньку. Надеюсь, все интересное мы вам Антон рассказал сегодня. Антон Ковальский. Да, может быть, Антон хочет пригласить еще раз пусковещей, гостей города к себе. Заманивай, пожалуйста. Приходите к нам в Лофт. У нас круто. Свободное пространство. Живая стена из цветов. Расписание все есть в социальных стях. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Антон Ковальский был сегодня с нами. Пространство Лофт обсуждали. Мы желаем вам хороших выходных, креативных, творческих. Приходите в Лофт. Всего доброго. Пока. До свидания. До свидания.